В последнее время геймдеп все чаще и чаще прибегает к ремейкам старых игр и продолжениям хитовых серий из прошлого. На этот раз в стороне не осталась и команда 17. Разработчик, который подарил нам великолепную серию игр, прекрасные чувства в детстве, где мы побеждали друзей, играя боевыми единицами в виде двумерных червяков. Из всей серии игр, в которую играл я, у меня больше всего осталось теплые чувства к Вормс Армагеддон 99 года. Но сегодня пойдет речь о последней игре в данной серии. С вами как всегда Арти и это Вормс Рамбл. С вами был Игорь Негода. Игру анонсировали 1 июля 2020 года, а свет она увидела уже 1 декабря этого же года. Если не ошибаюсь, то это по счету уже 27 игра в данной серии. Итак, по моему мнению, червяки наконец-то приняли тот вид, который должны были принять еще пару лет назад. Сейчас объясню. Если заходить издалека, то мода на игры менялась так же быстро, как меняется и в других сферах нашей жизни. Сейчас я сижу играю в GTA на первой соньке, смотря на машины сверху, а завтра уже на пока выходит одна за одной стратегии, которую уже в данный момент мы и любим. Также в моду вошли те самые королевские битвы, на хайп трейм которых пытались успеть абсолютно все разработчики игр. Червяки были всегда той самой королевской битвой, просто не имели современной концепции. И вот наконец-то команда 17 решила, что уже пора. Хотя, наверное, уже слишком поздно для этого самого поезда с хайпом. Вормс Рамбл. Это кроссплатформенные сражения на арене с 32 игроками в реальном времени, а не пошагая, как в большей части прошлых игр. То есть это первая Вормс в реальном времени. В игре присутствует режим бой насмерть и последний червяк. В последнем мы можем играть в одиночку, либо играть в команде из трех червяков. Ставь лайк, если тоже ждал червяков в реальном времени, а не пошагая в игру. Экспириенс в игре действительно новый. Ведь мы можем стрелять теперь во время атаки вражины, а не ждать окончания его хода. Оружие же взяли из классических серий игр. И, конечно, мы имеем револьверы, дробовики, возможность бить битой, кидать банан взрывчатку или летать на реактивном ранце. К слову, я в червяков играю на PlayStation 5, и она оптимизирована для DualSense. То есть триггер прекрасно реагирует на то, какое оружие у нас в руках на данный момент. Будь то пулемет, который отзывается короткими отдачами в палец, либо дробовик, стрелять из которого придется с усилием. Печаль в геймплее отсутствие разрушения окружения. С одной стороны, отход от классических игр такой себе, но с другой, если бы окружение действительно разрушалось, как в старых играх, думаю, геймплей бы тут был совсем другой и не такой рабочий. Помимо стрельбы и бросания гранат, теперь червяки научились делать подкаты, восстанавливать здоровье щиты и лутать ящики. Также, на манер современных и популярных Among Us или Fall Guys, теперь мы можем кастомизировать своего бойца червяка, да и в целом свой профиль. Играть же в игру в целом приятно. Она очень драйвовая, очень экшеновая. На самом деле, уже есть люди, которые в простонародье называются задротами, которые просто не дают продохнуть в сессиях. Но опять-таки, игра просто максимально ситуативно понятная. То есть, играть в нее действительно прикольно. Она веселая, задорная, червяки выглядят как червяки из старых игр. Хотя это вроде бы как 3D часть, но при этом камера все равно находится всегда сбоку от вас. И, собственно, да, она вызывает те самые чувства, те самые чувства, которые вызывали когда-то червяки, когда мы играли еще на Соньке, сидя у большого лампового телевизора, наверное. Насколько я уже слышал, режимы в игру другие также будут добавлены, непонятно, конечно, какие. Да и оружия пока на самом деле в игре не очень много, но экспириенс с DualSense очень-очень крутой и впечатления от игры максимально прикольные. По итогу, спустя неделю игры Worms Rumble, какие выводы я хотел бы сделать? Игра, хоть имеет абсолютно новую концепцию и геймплей, смогла вернуть мне чувство ностальгии с детства. В нее игра действительно забавна, особенно если играть в компании друзей. Сам геймплей легкий и непринужденный. Понятно, что эта игра вряд ли утянет вас на сотни или тысячи часов, но пару вечеров она точно вам скрасит. Тем более, сейчас ее для PlayStation 5 дают бесплатно, насколько я знаю. А на других платформах она не особо дорогая, так что выделить на нее средства просто, чтобы попробовать и поиграть в старых, добрых Worms в новые оболочки. Я думаю, возможности есть у каждого. Вот такой вот небольшой, я бы сказал, даже коротенький ролик с обзором игры у нас получился. Я планирую на моем этом канале делать подобные видео по другим играм. То есть я не буду к выходу игры делать обзор, как делают это многие. Нет, я хочу игру сам попробовать, поиграть, снять на нее футажи, подумать, обдумать все и записать подобное видео. Чтобы вам было, ну, наверное, интересно, если вам действительно интересно мое мнение. Поэтому, если вам понравилось такое короткое видео с таким коротким обзором, поставь лайк и напиши в комментарии. Может быть, какие-то изменения в рубрике все-таки стоит сделать, но пока это первое видео и я надеюсь на вашу поддержку. Субтитры сделал DimaTorzok